Миланский кардинал Какой будет цвет кожи у следующего папы И так далее и тому подобное Но я думаю, что большинство наших слушателей Я думаю, что большинство людей во всем мире Должны себе задать вопрос А вообще, а нужен папа римский вообще? Да и епископ православный нужен или нет? Протестантский пастор нужен или нет? Если вера — это встреча человека с Богом То откуда здесь вырастает какая-то еще пирамида Как в цирке И вот верующие держат на себе целую такую иерархию церковную Уходя на покой, папа Бенедикт XVI Не перестает быть священником Не перестает быть епископом И не перестает быть кардиналом Хотя это не сана достоинства И в этом смысле Служение священника и епископа Папа будет продолжать Католики верят в то, что это священие благодатное Что при таинстве рукоположения Передается особая благодать И человек, который удостаивается этого Он является проводником этой благодати Некоторые таинства в католической церкви Имеет право совершать только епископ Например, миропомазание Некоторые грехи тяжкие Тоже имеет право отпускать только епископ То есть там есть Но совершать грех может любой католик Совершать грех может любой католик Значит, равенство Поэтому я, собственно, должен сказать Что вот такая постановка вопроса Она, конечно, чужда католическому мировосприятию Поскольку не потому, что она не имеет права на существование Потому что она крайне редко вопрошаема Она настолько глубоко укоренена в традиции церковной Необходимость иерархии Вот, да Что фактически это не вызывает никаких вопрошений Что, с моей точки зрения, иногда не очень хорошо Потому что рефлексия все-таки должна способствовать религиозному чувству Но я помню с детства И я думаю, что эта картинка знакома большинству католиков Которые выросли в Советском Союзе И вот в Восточной Европе Которая до сих пор считается довольно консервативной частью католической церкви Я рос в очень небольшом переулке Вернее, это была улица Но очень узенько называлась она Карла Маркса И на этой улице был храм Католический, единственный, незакрытый В маленьком белорусском городке И священник утром проходил на месту Он жил в другом месте И потом проходил по этой улице И нас родители учили, как надо его поприветствовать Как надо к нему подойти Что ему непременно надо поцеловать руку И вот это вот почитание С детства некритично воспринятое Оно до сих пор, конечно, во мне внутри давлеет И я должен сказать, что я Но не склонен Вот Вопрошать Относительно того, зачем нужны священия Нет, нет, вы не вопрошаете Вы просил я, вы отвечаете Да, вот Я должен сказать, что помимо оснований богословских О которых я не стал бы здесь вот рассуждать Поскольку я Никто не поймет Есть основания у этой иерархии Еще и социального порядка Вот, о которых действительно можно говорить Но разговор о социальных основаниях иерархии Христианской и католической в частности Вот Он неизбежно упрется В то, что это люди Которые являются проводниками Трансляторами определенной благодати Которые необходимы в диалоге человека с Богом Вы сказали в постановке вопроса Что, если человек общается с Богом, то, в общем-то, зачем все остальное Не, я сказал, народ так разговаривает Католики верят в то, что священник У него есть власть отпускать грехи Эта власть дана ему Христом У мирянина этой власти нет Католики могут исповедаться только католическому священнику Ну, в редких случаях, православным тоже И в этом смысле Мы, если мы считаем о том, что Считаем то, что надо стремиться к спасению своей души Мы не можем обойтись без священника Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан